Всем привет, друзья! И с вами доктор Шилов. И тема этого видео – не надо игнорить море. А чем оно навеяно? А вот чем. Сейчас я нахожусь на Шри-Ланке, Амайя-Бич. И Амайя-Бич также называется отель пятизвездочный, в котором я нахожусь. Там есть офигенный бассейн. Это 50-метровый бассейн с прозрачнейшей водой, он великолепный. И вот, что я наблюдаю. Я наблюдаю такую картину, что огромное количество людей любят баландаться именно там. Они идут на лежаки, они загорают на лежаках, они загорают под пальмами, под зонтиками, а потом идут и купаются в бассейне. И так проходит целый день. На море они практически не ходят. Или ходят на море только для того, чтобы пройтись по пляжу. Или помочить немножко ножки. И, в общем, на этом все заканчивается. И так, чтобы кто-то постоянно купался в море, так это в основном только местные. Это ланкийцы. А приезжие предпочитают баландаться в отелях. С бассейнах. Понимаете, что я хочу сказать? Это неправильно. Наверное, неправильно. В том ключе, что вот в таких хороших местах море игнорить не нужно. Есть, конечно, места такие, как вот, например, Сочи. Извините, пожалуйста, меня за отсутствие патриотизма. Но там просто пляжи и море такое, что залезать туда не хочется. Но есть Египет тот же самый, где просто чистейшее море. Есть Таиланд. Там островной Таиланд. Если Паттайя, то погрязнеть. В общем, короче, на самом деле даже грязная соленая вода несет определенные лечебные функции, если в ней нет никакой заразы. А если вода хорошая, пляж чистый, море чистое, нужно обязательно, обязательно посещать море и обязательно в море купаться. Кто-то, конечно, кто смотрит это видео, скажет, ну, мы это и без тебя знаем, это истинно, это все понятно. Вы, ребята, молодцы. Кто так делает? И не то, что я дурак, там истинно прописные говорю. Я же говорю, они навеяли тем, что я вижу. Если вы в море купаетесь, вы сделаете замечательно. Кто не умеет плавать, кто боится волн вот такие зайти, надо просто в море зайти, сесть, посидеть там, вытрясите. Вы вытрясите потом из трусов песок. Это не проблема. Чем хорошо море? Ну, конечно, микроэлементы, которые там есть, они полезны. Понимаете, это не те элементы, которые находятся в Москве реке, в Мойке там где-то или в каких-то других реках, в городах, где вся таблица Менделеева. Но она не та таблица Менделеева и не в тех пропорциях, чтобы это было на пользу. В основном все наоборот. А здесь, понимаете, водится живность. Водятся кальмары, крабы, креветки, рыба различная, животные всякие. Понимаете, это говорит о том, что это живая вода, а не мертвая. Понимаете идею, да? Это раз. Два. Вот эта вот соль, вот это вот натасматические, вот эти все процессы, которые происходят между кожей и водой соленой, они крайне полезны. Местные жители, они вообще не вылазят из воды, если у них достаточное количество времени. А вот, ну, приезжим нам, может быть, и не надо сколько времени находиться в воде, но достаточно большое количество можно. Да даже немного можно, 5 минут в день-то достаточно будет. Понимаете, у вас и все поры раскроются, оттуда выйдет лишнее кожное сало, выйдут все черные точки. Это точно совершенно. То есть, вот оттуда подтянется через поры всякая дрянь, то есть, астматическим давлением, и оттуда выжмет. То есть, у вас из организма, там, где вода более пресная, то есть, у вас она менее соленая, чем в море, из вашего организма вода пойдет в море. А пойдет она через что? Пойдет она через поры, прежде всего. То есть, и оттуда, из этих пор выжмет всю дрянь. Вместе с кожным салом, в том числе, и потовые железы тоже проработают. Это разные железы совсем, но они будут работать все в одну сторону, в сторону моря. Если вы в море долго побаландаетесь, выйдете и станете на весы, даже если вы не плавали, вы реально похудеете. В смысле, похудеете, вес у вас уберется немножко. Чем дольше вы будете находиться, тем, соответственно, больше. У вас уйдет просто вода. Но уйдет она со всякой дрянью. Вот вы идете в баню потеть, для того, чтобы с потом и с пор выбить всякую заразу, всякие шлаки, все не нужно. В море это можно делать без температуры, без высокой. Вы в воду зашли, и у вас точно так же через поры все потянуло. Понимаете, важно просто потом попить хорошее с воды, чистой, хорошей, чтобы восполнить потерю плазмы. Или минералки, чтобы еще восполнить потерю солей. Но так как в таких местах большое количество фруктов, овощей, то отдельно минералы, какие-то лопать не надо. Надо просто овощи, фрукты поесть, и все будет отлично. Потом, дальше, что касается кожи. Мелкие ранки кожи, они все закрываются. Понимаете, они все заживают очень быстро. Поэтому там у кого есть ранки и какие-то дефекты кожи, из-за псориаза, из-за экзема, сухая кожа трескающаяся. Это все заживает очень быстро. Вы в воду зайдете несколько раз, и увидите, как у вас все начинает затягиваться. Это работает на 100%. У кого ноги плохо пахнут, тоже из-за того, что поры правильно проработают, если вы будете постоянно по воде ходить, у вас это уйдет. По крайней мере, на какой-то период. Даже когда вы приедете домой после моря, у вас все будет в этом плане нормально. Это же касается и всего тела. Кто ныряет и купается, здесь еще вообще все замечательно. У вас неминуемо, как бы вы не хотели, попадет часть воды в нос. И затечет вопридачные пазухи носа. Это 100% абсолютно, если вы ныряете. Особенно, если вы ныряете не в маске, но и в маске тоже затекает, надо под маску, а в очках. Если без прищепок на носу что-то попадет, все промоется настолько хорошо, что будет просто великолепно. Мы живем в России. Зимой сухой воздух. В носу появляются корки. Даже когда вы ставите там уложительность воздуха дома, все равно корки с носу, болячки, все плохо, все сохнет. Здесь даже просто вы около моря постояли, подышали воздухом, даже морским. Немножко воды попало в нос, все корки заживают молниеносно. Уходят, нет ни насморка, ни атрофического ринита, ничего. Все отлично. Поэтому не игнорьте море. Я вот, например, тоже в море не плаваю по 2 часа, хотя я каждый день проплываю по 500 метров, где вода есть. Я плаваю в бассейне. Но в море купаться я хожу обязательно. Даже в качестве вот такой лечебной процедуры. И вам советую поступать точно так же. С вами был доктор Шилов. Обязательно подписывайтесь на мой канал drshilov.com. Проходите на сайт drshilov.com. Тоже подписывайтесь там. Заходите на мой канал основной на ютубе Шилов М или Михаил Шилов. И также Live Шилов Ченнел. Это тоже на ютубе. На самом деле у меня везде в социальных сетях, в инстаграме все под одними и теми же названиями. Найдете. Обычно я под видео оставляю активные ссылки или просто ссылки на мои другие ресурсы. Так что вы меня всегда сможете найти. Удачи, друзья. Увидимся в следующем видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok